С заботой о вас! Социальный региональный проект «Забота». Региональному проекту «Забота» ровно год. За это время владельцы дисконтных карт успели прочувствовать все плюсы, которые даёт «Забота». И пусть у жителей Ямальского района на это был всего месяц, уже можно подвести некоторые итоги. В день первой годовщины в Ярсли состоялся круглый стол с участием заместителей главы Ямальского района, председателя районной думы, представителей Всероссийской политической партии «Единая Россия», предпринимателей, пенсионеров, представителей средств массовой информации. Перед началом встречи несколько слов о целях, которые преследуют мероприятия. Основная цель этой встречи – провести общественное обсуждение с предпринимателями, с сообществом, с общественным движением наших ветеранов, просто с активом, чтобы немного более подробно рассказать об этом проекте. Потому что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вроде бы все знают, но вот так вот, как хотелось бы, может быть, недостаточной информации. Три года назад Ямальский район встал на политическое направление гражданской ответственности, бизнеса и общества, запустив проект «Социальная полка». Проект по-прежнему действует на территории района, и в 2016 году к нему прибавился масштабный региональный проект «Забота», поддержанный губернатором и правительством Ямал-Ненецко-автономного округа партией «Единая Россия». Проект «Забота» – это более высокий шаг и новый шаг, объявленный государством на пути помощи со стороны малого и среднего бизнеса, помощи незащищенным слоям населения. И размер скидки, в чем его такая, ну более лояльная или более легкая такая система ввода, что размер скидки и перечень товаров или направление предприниматель устанавливает сам. Ну а категория у нас порядка 14 категорий сейчас граждан, которые пользуются данной дисконтной картой. С одной стороны, проекты похожи, они призваны оказать помощь социально уязвимым категориям граждан, с другой – спектр действия у них все-таки различается. Если социальная полка действует лишь на территории Ямальского района и до 2016 года охватывала лишь две категории граждан, то «Забота» даже на начальном этапе работает по всему Ямалу и предназначена, как уже было отмечено, для 14 социально уязвимых категорий. В Ямальском районе «Забота» была запущена в конце февраля этого года и за это время обладателям дисконтных карт стали более 1100 жителей. Но тут, наверное, не возникает вопросов, что проект он нужный и необходимый. Самое главное, наверное, наша большая сейчас задача – это проинформировать население и как можно больше таких граждан как бы охватить. И здесь, я думаю, наверное, нужно подключаться и средствам массовой информации. Кириченко Игорь Владимирович, предприниматель. У меня мебельный магазин. Вот у меня вопрос к общественности. Уважаемые господа, они хотели бы присоединиться к предпринимателям по организации вот этого проекта и сделать в Ярселе доступным причал, чтобы у нас был общественный, чтобы снять вот ту нагрузку, которая действительно давит нас здесь всех присутствующих. привести коммунальные платежи в соответствие. Но это куда же полный грабеж. Вот у меня наценка минимальная. Я работаю на 50-70%, включая транспорт. Здесь кто особо нуждающийся и приходит ко мне, обращается, я им делаю скидки. И доставку делаю бесплатно. И раздаю вещи. И участвую в тех акциях, которые проходят в Ямальском районе. О работе по тому принципу, который предлагается, для нас, вот для меня в частности, это очень непозволительная роскошь. Насчет причала, конечно, не готов ответить, что там, на каких там условиях предоставляется он. Но я думаю, что в том числе этот запрос тоже проработаем. Насчет, конечно, платежей за коммунальные. Ну, сами понимаете, да, у нас передано в аренду и устанавливает тарифы, которые они предварительно еще тоже защищают в округе. Поэтому тут повлиять на что-либо сложно. Вот на рост их сдержать, это, я думаю, в рамках, вернее, по силам правительства окружного. Значит, что касается вот вашего участия, да, или неучастия, я отвечу. То, что это, конечно, очень хорошо, то, что вы делаете, да, то, что вы действительно индивидуально, точечно, там, кому-то скидки какие-то. Я понимаю, что у вас действительно крупные там какие-то покупки, да, и сделать на них скидку, это получается очень уже достаточно весомая сумма. Мы-то, конечно, в большей степени планируем именно, ну, с теми, куда регулярно наши малоимущие граждане обращаются, да, магазины продуктовые, конечно, в первую очередь. Вот на сегодняшний день сложилась такая ситуация, да, вот правда, начали первые карты выдавать, тундровики говорят, слушайте, а где же раньше, что же мы раньше-то их не получали? Вот на дыме мы там, в связи мы стоим на дыме, да, мы уже, насколько бы это было бы им подспорье, то есть там очень активно включились. И мне, знаете, мы общаемся с округом, да, регион, мы координаторы, и нам как бы, ну, немножко, ну, так, немножко обидно даже, да, что вот там люди так активно работают, а мы здесь у нас пока еще, ну, так, пока слабенько. Ямальский район в этом плане отстает. В числе главных плюсов для бизнес-партнеров называют несколько. Прежде всего, это приятные бонусы в виде микрозаймов на развитие бизнеса с пониженной процентной ставкой 5,5 годовых. Следующим плюсом можно считать поднятие статуса предприятия в глазах населения. Даже магазины, потерявшие интерес потребителей, смогут вернуть себе покупателей. Отдельным плюсом можно выделить рекламу. Бесплатная наружная реклама и особое внимание СМИ гарантируют предприятию интерес покупателя. Региональным отделением «Единой России» и кураторами будет издаваться справочник предпринимателя, где будут указаны все предприниматели, кто участвует в заботе на уровне Ямало-Ненинского автономного округа. То есть «Единой справочник» ежегодно будет выпускаться, обновляться. Это некий реестр для тех участников, тех получателей карты заботы. Этот справочник будет распространяться бесплатно во всех торговых сетях. Если честно, поддерживаю проект «Забота». Вначале я принимал участие и принимаю, как там называется, первый проект. Социальная полка. Социальная полка, да. Там 10% скидка. Но, во-первых, это реклама для магазина. И то, что когда человек смотрит, если идет реклама, что вот скидки, там 10%, там забота. Они всегда идут. У меня вот в Чунинселе также являюсь на каждом мероприятии, какие бывают, день рыбака, день учителя, там все любые праздники, которые проходят в Чунинселе, культурно-массовые мероприятия. Я являюсь постоянным спонсором. В связи с проектом «Забота» участники проекта указывают на несущественные расходы и достойную рекламу своих торговых точек. Те предприниматели, кто пока не принимает условия предлагаемого проекта, кивают на существующие проблемы. Коммунальные услуги обходятся в 10 тысяч. И вот эту программу можно было и не составлять, чтобы скидки. Предприниматель сам скинул, цены были в них. То есть были в церкви, как и было. Администрация бы платила вам за коммунальные услуги, вы бы еще что-то нашли другое, чтобы сказать, и здесь мне плохо, и здесь мне плохо. Вопрос немножко в другом. Мы услышали, что предпринимателям нужно организовать круглый стол с оплатой коммунальных услуг. Мы это услышали. Сейчас немножко другое. Мне бы еще хотелось, чтобы не только предприниматели сказали, а вообще как жители поселка сказали. Неужели вы не считаете, что это нужно? Я тоже считаю себя человеком не бедным. Я работающий человек. Я где могу тоже оказываю какие-то помощи разного плана. Но, на мой взгляд, дисконтная карта «Забота» – это даже выше, чем то, что мы начинали в 2013 году, начиная с социальной полки. Здесь концепция другая. Сразу несколько бизнесменов отметили, что дисконтные карты уже действуют в их торговых точках. Кто-то предоставляет скидки своим сотрудникам. На других предприятиях действует накопительная система скидок. Аптека новая – это же ваше предприятие. Вот я хотела узнать. Мы с вами сейчас сидим, спорим, спорим, да, там ЖКХ, там и так далее. Ну вот у нас есть человек, который, в принципе, уже сам по себе сделал скидки в своем магазине. У вас есть дисконтная карта, насколько мне известно. Да, есть. Вот расскажите об этом опыте, как оно у вас все проходит. Ну у нас люди, которые приходят с карты «Забота», тоже обслуживаются. То есть у вас помимо своей дисконтной карты, вы и «Заботу» тоже используете? Да, 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 используем. Вот, пожалуйста. Те же коммунальные платежи, те же сложности с доставкой, все то же самое. Но человек участвует сразу в двух, можно сказать, таких социальных проектах. Один свой, один регионального уровня. Насколько сложно это для вас и что дает это вам, как предпринимателю? Что дает? Ну, учитывать-то это все несложно, но плюсов все равно больше. Первыми, кто оценил дисконтную карту «Забота», стали пенсионеры. Одна из социально уязвимых категорий населения, на которую ориентирован региональный проект. И пусть трехпроцентная скидка – это по сути копейки, а тысячи всего 30 рублей, все равно они остаются в кармане. Не хочу сказать, что уж они совсем-то плохо живут, но все равно пенсия сейчас не такая большая. И чтобы помочь им, нет уж не столько много денег, 3%, а, допустим, от тысячи, там, 30 рублей. Я просто призываю всех поучаствовать в этом, потому что очень недовольны тем, что, допустим, если 10% они, вот у Гаврильца там, как социальная полка, еще плюс 3%, уже 13% как бы очень хорошие скидки. — Скажите, пожалуйста, о студентах речь только о тех, которые в Салихарде учатся. — На прошлой неделе был на гражданском форуме межрегиональном, где был Тюменская область и Хантамансийский автономный округ. И там, опять же, региональное отделение «Единой России» вышло с предложением к Хантамансийскому автономному округу и Тюменской области по распространению карты «Заботы». То есть этот проект увеличат на Хантамансийский и на Тюменскую область. Может быть, не полностью сразу, а какие-то регионы охватить. Возможно, крупные города будут. Но резолюция была на гражданском форуме, и все поддержали это. Поэтому, я думаю, нам только подождать остается, и все. Расширение географии и такое будущее региональному проекту «Забота» предрекают кураторы. И значит, совсем скоро владельцы дисконтных карт почувствуют заботу даже за пределами и Малоненецкого автономного округа. А сам проект из окружного перерастет в межрегиональный. Остается только подождать, говорят кураторы. Пока одни предприниматели взвешивают все «за» и «против», другие берут и делают. Не откладывая в долгий ящик, решение об участии в региональном проекте по итогам состоявшегося форума приняли сразу два руководителя. Это ИП «Микушка» и директор информационного агентства ЕТВ Екатерина Иванова. Я думаю, что каждый в жизни хоть раз приходил и, в общем-то, нуждался в нашей информационной поддержке. Мы всегда открыты, мы ждем вас, приходите. С заботой о вас. Социальный региональный проект «Забота».